Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре серия болонских удилищ от компании Волжанка универсальных, бюджетных, народных можно сказать, да, это Волжанка Орион Боа модель выпускается в 4 длинах, 4, 5, 6, 7 метров, тест у всех удилищ 30 грамм кто видел мое видео, думаю, знает, что точность такая же существует и серия маховых удилищ Волжанка Орион посмотрите на канале, кого это интересует и приступим, соответственно, к рассказу о них значит, все удилища снабжены вот таким жестким, пластиковым, очень качественным, хорошим чехлом который действительно защищает очень здорово кольца по нему можно проехать чуть ли не машиной, наверное, и он с ним ничего не будет очень прочный чехол, мне они очень нравятся, такие чехольчики значит, далее хлыст, на хлысте два разгрузочных кольца для чего это сделано? Для того, чтобы правильно распределять нагрузку на бланк и еще одно разгрузочное подвижное кольцо у нас вот на втором колене кольца здесь достаточно бюджетные, но при этом с классической вставкой кольца которые, в общем-то, служат годами, просто так от легких там ударов об камешки или там еще куда-то, да, в стойку удилищ не вылетают, поэтому я не встречал, чтобы у Ориона у каких-то вылетали кольца или вставки кольца, значит, катушка-держатель Джинбо С6, то есть классический, опять же, катушка-держатель, который известен очень многим по, ну, наверное, там, 40-50% баллонок на российском рынке то есть это качественный металл, это качественный сам ползуночек сами ребра и, соответственно, сами лепестки, потому что бывает катушка-держатели которым иногда приносили, что вот поднимаешь, а лепестки уже у вас под пальцами гнутся здесь, соответственно, и лепестки качественные, и ход достаточно, ну, приличный то есть катушка-полторы тысячи, две тысячи, даже кто-то там хочет трехтысячную сюда ставить спокойно заходит, притом не гонитесь за дороговизной катушкой то есть максимально дешевенькую катушку за небольшую совершенно цену и она служит фактически для хранения лески на таких удилищах значит, дальше откручиваем торцевую пробку, не пугайтесь, вы видите здесь вот такую штуку это неопреновая вкладка для того, чтобы кольца там не ложились друг на друга, а упирались сюда вот внутри колена при сложении здесь коленца мы вытащить не можем, в отличие от маховой серии, да? но здесь колена, я вас уверяю, усилены и кому интересно это посмотреть, я приложу сейчас картинку, вот, а по видео есть об этом еще и в маховой серии Орион я, значит, за кадром взвесил, измерил, обмерил все как есть, потому что не доверяю каталожным значениям, а все меряю сам давайте я вам сейчас скажу, а потом мы пойдем разложим и уже посмотрим строить худилищ значит, что такое фактическая длина, новички, может кто первый раз смотрит такие ролики не верьте тому, что напишено часто на бланках, там 4, 5, 6, 7 метров в 99% случаях фактическая длина меньше вот здесь, в общем-то, то же самое, это, в общем-то, считается нормой значит, четверка, фактическая длина, 388 сантиметров пятерка 485, шестерка 577, семерка 672 вес четверки 180 грамм, пятерки 233, 351 шестерки и 457 грамм семерки диаметр помля я измерял вот в этом месте 20 у четверки, 22 пятерка, 24 шестерка и 26 с половиной семерка и еще важный показатель о длина рукояти я измерял от центра катушка держателя и до торца здесь, в общем-то, производитель не мудрство и рука во всем поставил 50 сантиметров то есть, как вы видите, вот у меня на столе я их вот упер здесь одинаково даже вот так сделаю видите, все абсолютно одинаковое расстояние давайте тогда разложим а перед этим я скажу небольшую важную вещь кто, возможно, еще не знает потому что я это говорю в каждом видео но почему-то все равно обязательно находятся те люди которые, наверное, может пропускают это и еще что-то которые спрашивают один и тот же вопрос если сломается, где взять запчасти? отвечаю, у нас взять запчасти и, вероятнее всего, вы их можете взять бесплатно до двух штук в год в период действия такой акции если подпишетесь на три социальные сети если купите удилище у нас ну, подробнее об акции почитайте, пожалуйста, на сайте магазина Мультифиш в разделе программы лояльности это не является публичной офертой мы эти акции можем прекратить в любой момент но вот три года уже проводим ну, третий год, по-моему, если не изменяет память но не меньше точно значит, давайте, как сказал, раскладываем и смотрим строй итак, четверочка ну, смотрите шланговенькая она немножко в серединке, конечно но запасик чувствуется давайте нагрузим ну, смотрите, вот для карпика для какой-то рыбки так, пять метров тоже относительно приемлемо ну, чувствуется, конечно, вот ну, вес уже начинает немножко ощущаться в руках ну, не могу сказать, что критично вообще как-то что это прям явно нельзя брать там, грубо говоря нет, вполне но, естественно, лапшеватость уже начинает присутствовать некая комлистость вот мы нагружаем еще раз посильнее да, вот я прям ее как следует то есть ее плюс, как и всей серии это невысокая цена, универсальность так, шестерка ну, шестерочку уже желательно стоечек ловить то есть ее плюс это, конечно, мощь то есть ее можно даже я бы не постесняюсь сказать что можно использовать даже как живцовую удочку видите, вот ну, то есть для кого нужно, в общем-то, такая на все случаи жизни и кому не так важен вес, в общем-то смотрите, мощность есть надежность есть, прочность тоже есть что еще, в общем-то, для некоторых рыболовов и надо вот, ну и семерочка тяжеловастенько, конечно, в руках я вот сейчас уже, видите, левой рукой держу и вот я не могу сказать, что мне ну, мне тяжело вот одной рукой уже ее держать тяжело конечно, это не топ-бола и так далее, да ну, да, уже в серединке уже так вот она только со стоечек или вот особо сильному человеку, грубо говоря я ее порекомендую если ловить в проводку, да и держать в руках вот здесь я вторую руку подключаю уже не для усилия видите, а для того, что я просто левой рукой тяжело держать а мне так, как я снимаю, мне как раз левая рука свободна удобнее ей брать с левой стороны ну, вот я сейчас даже кладу тяжелая то есть мне даже вот левой рукой класть на кисть нагрузка большая и так, разложили, посмотрели ну, видите, плюсы мощная, силовая недорого стоит есть запчасти в наличии притом бесплатно минусы отчасти ну, если это можно назвать минус ну, скажем так не очень хорошие моменты вес, да ну, сами понимаете не может удочка стоить там, три копейки, грубо говоря весить как пушинка для этого нужен дорогой уголь и качественная фурнитура и так далее и тому подобное сказок, как вы видите, не бывает но, тем не менее кому нужна вот такая универсал такой кто-либо от природы сильный грубо говоря, если это относится к шести-семиметровым палкам баллонкам, да, и которые можно сдержать в руках весь процесс все несколько часов ловли стравливать леску подматывать и тому подобное ну, соответственно вы платите не очень малым весом, да а можно сказать там, выше среднего веса да, немножечко шланговостью в каких-то местах но зато вы в ней уверены она у вас не разлетится там при ошибке небольшой вы за нее отдаете немного денег ну и, соответственно получаете запасные части для тех, кто ловит шестерки-семерки со стоек вообще беспроблемно то есть от четверка-пятерка вполне удобоваримые варианты которых можно простоять там хоть полдня на рыбалке большая просьба к вам подписаться поставить вот такой пальчик вверх нажать кнопку подписаться да, для меня это очень важно это мой ориентир нужно ли снимать такие вот видео потому что я перед вами честен и открыт я говорю всю правду даже вот измеряю сам да, не просто продиктовываю как многие то, что пишут производители а сам лично своими руками поэтому то, что я говорю какие цифры это абсолютно мне можно доверять то есть это я за них отвечаю вот такой чехольчик идет что к серии Бола Орион что к серии Теле Орион он ну хлопчатобумажный можно сказать такой то есть в запах он впитает промокнет тоже промокнет сшит неплохо сверху завязочки в общем-то можно его рассматривать как транспортировочный вариант можно выбросить там да, как вам в общем-то угодно всего вам доброго и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok